итак первый полуфинал организаторы построили сетку таким образом что полуфинал у нас сразу играются после четверть финалов в верхней части сетки и два робокопа у нас на экране но даже даже интересно кулер не стал клача причем он забанил рейнджера которого в общем то чего там бояться да ну кто кто рейнджера баня вообще да там конечно сферка всегда может прилететь но грубо говоря все таки это не тот персонаж и соответственно два клача 2 и кулер уже за уголочком уже за первым уголочком причем ракетку он захватил и первую атаку пошел строить и должен убивать на самом деле рыли тут дичь вообще по решили доходит что это такое друзья я не понял что это было для такой фонда страйке игрок под ником нелепость по моему сейчас мы увидели на такой эпизод ну вот вот он рейзи на клаче ну просто идеальные тайминги использования щита вы посмотрите какой он остался полстый после вот этой какой-то момент еще и не попал и опять ним опять мажет пора удирать здесь но есть мига и разошлись у рейзи и щит у бласковича нету куда-куда лезет уходит это такое что это но тоже как тут не вкатились мне кажется еще до конца в матч соперники казалось что сначала рейзи просто распишет кулера но кулера отлично тоже отстреливался в момент когда щит исчезает и там уже рейзи просто на последних хп убежал но решил остаться постреляться в итоге его убили на дальней дистанции шутганом последние персонажи три болти кулер строит атаку очень опасно потому что два прямых и один с флешиком и 100 0 сдуется сейчас кулер подберет и он очень сейчас пустый урызи вы же через пять цены барбарийский 2.0 спасибо не вижу от кого в ненаписанном игре извиняюсь но большое спасибо за поддержку так последние персонажи на рейзи ждет еще один армор после чего в принципе может он попробовать подловить кулера ну подловить естественно кулер сам к нему вряд ли придет именно на тихом шаге постараться на близкую дистанцию подобраться и там уже включить два ствола и здесь повсюду помечено первые раунды у нас на некоторых картах вообще такие прям длинные длинные понятно что будет делать кулер так будет ли рейзи делать руки джамп да смотрите но ему действительно так 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 почему антон так долго там стоит почему он так долго там стоит там совсем нет хп неужели поверт рейл что делает делает кулер рейзи пытается не дать ему выйти кулер стоит за углом и плюшечка еще прилетела но там тотем подлечил поэтому не убила эта ракета через секунду мега забирает ее антон но тут же ловит ракету у обоих сейчас очень мало рейзи подбирает маленький армур и думаю будет он прыгать на хэви нет так непонятно как как лучше за подойти но у тура сейчас конечно ситуация получше во первых он гораздо более отложен и во вторых него есть огилка в третьих комедии он сам уже понимаешь что успевает времени не спешит включать пушки кулер отлично отстреливается просто какой-то нереальный качестве дэмэджа но последняя плюха была не обязательно как рейл не зашел и кулер ушел хэви и рейзи будет прыгать шахтами по любому нельзя ему ой 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 антон там по грибы по ягодам с уголком присел да конечно я думаю не ожидал что там кулер вообще был и будто никс из инвиза ну рейзи вот вот барбарийский ребят за барбарийский спасибо большое мы готовы взять все ваши барбарийский сегодня которые вы пришлете на квейкон будем лупить в самолете так интересный момент очень много роботу там досталось и не какой-то сюр опять пошел какие-то полеты перелеты но разошлись неужели опять будет руки джам делать и тут режим кулера включил рейзи и на мегу не успел сейчас еще раз будет атака калача щитом я чувствую уже думаю более уверенно и кулер там где-то бродят по закоулкам карты но кулер действительно играет на победу 2 рельсы 3 рельсы хорош рейзи давай еще один руки джамп кулера думаю этот мук прочитал и найдете рейзи кулера увидел 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 тапочку но здесь нельзя выпускать конечно это делать должен сейчас сейчас кончится щит но антон отлично тоже в ответ попал в принципе если чуть по точнее ракеты были но главное конечно сейчас минус для кулера потому что он клача в итоге потерял а у рейзи он еще в авоське хорошо играет рейзи ну вот действительно почувствовал он вот этот ритм который кулер ему предлагает то есть совершенно кулер на него не давит здесь просто грамотно врываться но участок умер ворвался и скорее всего рейзи сейчас аппетит да но по ощущениям рейзи вообще не ожидал этой атаки потому что хэви да только он взял и тут вдруг откуда ни возьмись появился в рот ну вообще бред но рейзи сейчас смотрите там какой же работа рыбаков толстый носится я думаю даже щит не будет тратить рейзи потому что дальше надо будет драться с глазковичем и попытается он так набрать этот фраг рейзи такие фишечки нет потратил щиту надо использовать ничего себе там демиджи там рыбаков но получал очень сильно я думаю или рода разойдутся до следующих нет не разойдутся как же кулер да не почувствовал что там совсем мало вы же что нету хэви а сейчас позволил он восполнил стэк и вот на атака ну как то да как то но сейчас наверно все таки умрет галин нет еще и опять спасся опять спасся 50 хп и опять роботу досталось отличное движение у кулера то есть он вообще не паникует вот в таких ситуациях когда на него этот плач что это было ребят второй фраг просто под копирку берет рейзи хэви и откуда просто непонятно вообще приходит зачем туда антон и рейзи совершенно не готов к этому оказывается на и потеряв вначале клоча кулер в итоге так легко но я думаю я думаю я ничего уже не думал после этого нелепого суицида я думаю сейчас кулер очень быстро придет и на белке накажет я думаю вот так кулер сегодня будет много играть и на этом турнире на кайконе вот так вот выжидать на джампадах за уголочками за стеночками потому что ребята доллара не пахнут наверное не пахнут приятно и если хочешь побеждать но в клейке все 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 возможности надо использовать потому что ребята впереди нас очень интересны чем пыну а на кайконе дуэли за одно место всего лишь уж надо все использовать я как я уже сказал я не удивлен то что кулера с клодом 3-0 отличный момент и рейзи сейчас уже да слишком много ракет вначале получил там кто просто халявнейший фраг я имею виду халявнейший халявнейшим образом отданный кулер то сыграл великолепно так рейзи отвоевывает отбирает точно так это фраг это фраг это фраг по-любому как много там осталось 14 кп но мига сейчас будет и сейчас клатч придет уже другой с щитом да уже уносится рейзи просто удирает удирает так руки джамп нужен не совсем понятно вот зачем рейзи там оставался потому что ну что сейчас будет врыв на благо свечи но мнение куляш с в баром уйдет будет эти 15 секунд просто за углом сидеть нет смысла мы вообще сейчас рассолся или даже почувствовал что сейчас может выйти дождаться ну здесь даже стрелять не надо даже не надо стрелять все а белка потрачено это самое главное все тактически кулер просто идеально исполняет и быстрее быстрее собирать часы чтобы у самого первым один к вас полностью клача она очень шустро возобновляется после патча ой-ой-ой ну как же так антон ну как же так ну из и смотрите даже не пришлось здесь пользоваться шафтами а вот сейчас ох как красиво рейзи отыграл 2-1 вырваться вперед на руинах ну так уверенно кулер середину раундов провел и концовка просто сколько там 30 секунд за 30 секунд все случилось и бац уже проверил ну вот в быстрой игре кулеру конечно тяжелее шансов меньше у него таких геймеров и опытных дуэлянтов ему конечно по душе замедлять темп игры и идеально отрабатывать моменты где соперник ошибается и там или где соперник сам напрыгивает там конечно но у меня до сих пор не выходит такой момент где кулер перестрелял клоуза на dm6 клоуз был толще с двумя шафтами и его встретили так так вырывается кулер на щите сколько осталось много осталось очень много не смотрите через 10 секунд новый щит но это тоже так рейзи пошел бой и сдул 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 и смотрите рейзи вот его клащ моем понимании конечно идеальный самый лучший рейзи даже не стал дожидаться грубо говоря не то что он не стал сближаться он просто сразу на бур переключился на луч который там бьет ой 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 как высоко бласквич взлетел и там любой хороший выстрел позволил бы рейзи набрать фраг потому что хэви был поднят после как-то рано включил щит рейзи но ну да на рано рано и причем он его включил и начало атаки идеальное получилось а дальше ну просто пожадничал но ведь понимала что уже не успевает он за кулером кулер все он там удирает после этой первой ракеты и будет по-любому где-то стоять на шафт принимать но нет рейзи вот раз попал первую ракету но сейчас добью и уже все еще щит закончился да и пришлось открываться раскрываться и у нас в общем-то повторение предыдущего раунда когда также осталось о божественном под кулера будет еще один а здесь и не нужен ракет джамп здесь отличная встреча рейзи который просто не ожидал то выпрыгая стилепорта 22 отлично башку я потолок проекты не играешь там не я так делал на клочи для надежности рейзи решил начинать решаешь раунд первый всего лишь карты напомню это у нас первый полуфинала здесь best of five то есть вот смотрите опять опять лучше там клачу то тоже поплатила и причем клач там черта что он там делал брейк-данс какую-то устраивал просто нелепейшая отдача если честно ну вот опять кулер любую ошибку соперника используют на 200 процентов и стоит ждет шафтик и берет когда соперник придут на шафт потому что там бласкович и понятно чем бласковича пасть не всего можно спокойненько здесь у подождать я думаю сейчас здесь спокойненько посадит еще один тотем чик сделает себя добавим их не встал хотя мог уже до сделать так называемый оверхилл когда три тотема работают как мигахаллс то есть фактически ярмор съел и мигу и сейчас он потолще будет можно включить рейзи потому что кулер кулер ведет кулеру не надо идти воевать нормальненько нормальненько причем по ощущениям это было очень жестко по факту почти ничего не попал как застрял астон в этой в чем он там застрял подтяжками зацепился обидно обидно конечно могли разойтись сейчас если рейзи на хэви но там клатч там не зайти рейзи не будет сейчас вообще атаковать будет он что он делает ему нужно как можно быстрее часы подбирать и кстати кулер опять встал и пасет хэви причем не берет хэви думает что разведет рейзи как лоха сейчас может развестись лежит и мига и хэви но вот сейчас кулеров реально надоело есть рейзи сейчас рейзи сильно удивится увидит мега хэлс если конечно у него хотя бы одним глазком ну одним глазком на барбариско как будто так мим проходил интересно интересно минута 15 играть и ничья собственно но с одной стороны клач щитом другой бласкович не менее опасно амбилити рейзи уже просто каждый уголок проверяет он понимает что реальный кулер может его что это было антон еще умудряется он проверяет жив ли рейзи на сервере ли он ну что кто рискнет одновременно взяли практически секунду секунду до рейзи немножко так сбоку зашел посмотрел что там на хэви ну ребята ребятушки так кулер сейчас точно знаю что рейзи на сервере рейзи еще пока не уверен я напомню это только первая карта так ну рейзи реально ну как то это самое да но это судьба первой карты это и может зуту написать ребят я не знаю как писать лично кому-то подскажите с вашего позволения темы ха ха сто двести сто сто Рейс на мега уже не ходит, боится. Тап нажимаю в чате. Пати и матч. Не, не то. Ну блин, не смешно. Ну кулер вышел, вышел. Из землянки. Понял он что. Спасибо Гоша. Ну вот сейчас они должны встретиться. Попал рейл, рейзи. Но кулер там настолько толстый, что... Так. Что, не пришел рейзи на хэви? Ну что это такое? Ребят, таким будет Quaycon. Готовьтесь, готовьтесь. Не планируйте ничего на август вообще. Так, развели на щит великие руки джампы. И сейчас рейзи будет рваться и наказывать. Ой-ой-ой, Антон, что ты? Ну здесь... Балкон победил. Первая карта за рейзи. Ээээ... Джи-Джи. Ну, наверное, да. Устраиваемся поудобнее. Спасибо за стримы. Вторая карта. Корраптед кип. Выбор. Рейзи. Но я думаю, это отличный выбор и для кулера тоже. Ну, персонажи у нас те же самые. И ставлю на быстрый бой. Не обязательно, конечно, на счет. Быстрый и быстрый матч. Но вот именно по динамике я не думал, что здесь будут, как говорится, долго петь песни и гулять гулянки. Взял к плачаю и полетел. Или Бласковича. Ну, откуда сразу на Бласковича. Но респаун у него нет. Так, а здесь агент урывается. Видовая. По-калужски. Ой, это же рейзи. Не понимаешь. Ну, просто обознался. И там уже клач идет добивать. Ох, как хорошо встретил. Там клачу поплохело. Ахила. И даже не стал. Так, 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 так. Обилки есть. Обилки скачут. Но вообще клач ему быстрей. И что, пойдет в атаку рейзи? Ну, какой... Какой он аркадник. Ну, так. Не так уж на Аспов. Но останемся. Сейчас рейзи будет, я думаю, врываться с шутганом. Искать. Клача кулера. Но здесь... Я просто спейся на мигу. Какой шутган. И как кулер в ответ там напопадал. Там кулеров больше гораздо. На самом деле, после этой атаки осталось. А, правда, мигающая была. Но даже не мне суть. Просто в рызи слишком мало. Так, есть. Ох, какая стрельба. Но кулер... Да. 10 хп. 10 на 5 армора. То, что кулер попал 3 болтом изначально, это ему, конечно, помогло. Так, у рызи биджей. Ну, не совсем живой биджей, конечно. И 11 хп. 1-0. Это не сингл, это дабл. Будут лузера. Завтра, но и вина тоже. И второй раунд. Ну, я не устал обратить внимание, сколько времени прошло в первом раунде, но все действительно получилось быстро. И кулер уносит полновочку руля зов. Как-то кризи странно начал раунд. Реально... Реально жесть. Кулер... Ну, сейчас надо просто добивать. Так, ну, тайминг, я думаю, кулер не потерял на мегу. Но его прогнали. И рызи несет уже сам на хэби убивать кулера. Ну, вот даже, даже знаменитый кулеровский шафт. Стою в проходе, зумлю. И попадаю в 101%. Здесь не помогли, потому что... Там класч, там хитбокс. И... Рейзи с шафта, конечно, тоже отлично. И... Ребята, вот он... Пулеровский шафт. Это просто... Рейзи, по-моему, вообще ничего не понял. А если бы успел переключиться на машинган, было бы, наверное... Очень много дэмэджа в том длинном проходе. Ну, правда, там Рейзи, на самом деле, сейчас очень толстый. И... Достаточно смело кулер лезет. Ну, сейчас не выжить, не выжить. Да, он лучше, на самом деле, реально сейчас стреляет. Но... Так... По-моему... Понял кулер, что зря, по-моему, он сюда пришел. Но в итоге все равно вынудил Рейзи потратить щит. И на мегу, я думаю, Рейзи не пойдет. Я думаю, будет он собирать часы. И ждать, пока сам кулер к нему придет. Даже три болта не берут. И хрона на вас нет. Отдал всю карту. Нет, Антон, по-моему, не... Да, он не знал тайминг. Выдирает от клоча. Так, щит реализовать опять не удалось. Отлично убегает кулер. Даже не стал брать. Ой-ой-ой, как там? Вот мгновенно сразу кулер наказывает. То есть, как только понимает он, что клач без щита. И клач там неуверенно играет. И Рейзи за него сразу же атака. Уже второй, по-моему, фраг подряд именно в спину убивает кулера. Убегающего Рейзи. Естественно, шанс заходит идеально. И Рейзи просто не может удрать. И сейчас кулер гораздо толще. Ну что, сейчас будет по-любому война. Хорош, хорош. 16 хп. Ну, просто вот на тоненькую весь караб. Кулер там в первом раунде 10 хп, 11 хп. Но все равно вот это как раз показатель уверенности, что... Даже несмотря на то, что... Так, он не взял же хэви. Специально или случайно? Видимо, все-таки специально, чтобы взять попозже и пойти на него. Так, Рейзи решил... Долго не думать. И сейчас ему... Кстати, тоже очень мало осталось. И сейчас прилетит клач. О, хорош. Отлично Рейзи сыграл кулеру. Не ожидал. Ой, ракетка не зашла у... Рейзи и позволил... Сейчас кулер еще и с хэви будет. Да, сейчас будет быстро атака клача, но... Кулер готов. Ой-ой-ой. Ребят, это сегодня третий суицид от кулера. И... Рейзи. Так, я думаю, этот раунд закончен. Нормально там Антоша отстреливается, но... Мега, наверное, спасла. 2-1. Очень быстрый бой. Привет, Cypher. Очень быстрый бой. После руин казалось, что это будут руины. Часа на два. Нет, нет. И Караб тут веселый. И Вулкен, я думаю, тоже. По-любому. Ну, собственно, ребята сразу... Сразу начинают воевать. Так, несется Робокоп. Рейзи... 10 секунд ему продержаться и, по крайней мере... А, все, здесь часики, да. И щит есть. Кулер. Так, у Рейзи очень мало. 37 хп. Ну, вот, я честно скажу, я иногда не понимаю вообще, как... Так, несется Бласкович, но... Как бы... Курица лучше несется. Что развязка. Потому что у Кулера два раунда. У Рейзи последний персонаж. И здесь клач с щитом. Разошлись. Ребят, ну... Я в шоке от этой игры. Насколько она быстро, аркадная. И насколько хороший ей обувь игроков. Рейзи. Быстрее к шафту. И последний персонаж. И Клач, в принципе, не играет. Действительно, какой-то супер ключевой роли. Потому что его убивают. Собственно... Так. Ну что? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это же карта. Ой. 1-1. Не знаю, зачем Рейзи так сыграл. Потому что, если бы он сделал 2-0, это был бы отличный задел. А так... На ровном месте. Совершенно ненужная атака. Третья карта. Эволкен. И снова у нас Клачи. Много сегодня будет Клачей. В этом противостоянии. Это любимый персонаж Рейзи. И Кулер не стал его байнить. Напомню, кто с нами не сначала. Кулер неожиданно запонял Рейзера. Вот я правда не могу это объяснить. Ничем... Как... Реально тактическим давлением на соперницу. Потому что Рейзи, я думаю... Глаза на лоб от такого решения... Полезно. Но не помню я каких-то там... Кошпарных Сверх. Рейзера на рейнере. Чтобы банить данного персонажа. Ну и Кулеру самому очень отлично играть на Клаче. Тут бан обоюдный. И вот сейчас кстати Дум. Я думаю... Здесь даже не надо думать. Очень быстро, очень. Так, сразу же атака от Рейзи. Но чуть-чуть у Кулера осталось. Но успел он унести. В могилу с собой также и... Бласковича Рейзи. И сейчас Кулеру будет легче. Потому что у него еще и респаун. 100-100. Шафты. Врыв. А там правда есть... Так, 52 хп. 50 хп. Ай-яй-яй, ну... Первый раунд у нас сегодня очень часто очень сумбурный. Давайте включим Рейзи. То есть вот... Ну когда конечно этот Клач скачет туда-сюда на некой скорости. Еще прыгая в телепорты. Естественно реально не понимаешь. Это с спектатором еще более-менее как-то все это понятно. Игрок я думаю реально может потеряться. И вот... Минуту не прошло. Уже почти все персонажи вылетели. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, здесь... Идеальная... Ситуация для Рейзи. Потому что первая ракета... Он просто... Прямый попал. И... 1-0 в его пользу. 1-0 в его пользу. 1-0 в его пользу. 1-0 в его пользу. Раунд 2. В сумме. Причем у обоих. Чуть-чуть не хватило Рейзи. До первого фрага. И... Снова встреча. И там как-то кулер получше. Ой-ёй-ёй. Как... В концовке неудачно сыграл. Просто... Поливал. Из всего чего только можно не получилось. Два клоча. Быстрее, быстрее собирать часы. Рейзи уже тут как тут. Эээ... Только что здесь стоял кулер. Куда он делся? Что-то я не понял. Я просто моргнул, ребята. Там был кулер. Куда он делся? Верните Антона. Ребят, что это за дичь? Как это всё... Бодро играется. И... На самом деле всё же не так безысходно, как... Самые-самые первые имбалансные клочи. Где просто... Один делает грустные глаза. Не сдувается. Нет. Сейчас клочи тоже бьют. И кто? Дум против Бласковича. Секунда до хэви. Да. Рейзи прыгает. И... Что убьёт? Зазевался Антон. Слов нет. Ну, мог он... Предугадать такую ситуацию, потому что, ну... Раз уж там никак не побороться за хэви, ну надо убегать подальше. Ну... Это трупиджамп... Очень частое явление. Пошла первая заварушка. У одного есть, правда, ракета, поэтому Рейзи, наверное, не будет до конца там воевать. Да, как раз. Кулер ракету подобрал. А вот сейчас... Ребят, это была просто идеальная стрельба от обоих, но кулер попал больше. Ребят, по-моему, после руин... Я прочитал этот комментарий в чате по поводу того, что жаловался на руины вот эти вот последние минуты. Минуты. Да, здесь реально с такой скоростью развиваются события, что... По-моему, первый раз роллган саперники использовали. За три раунда. Хорош. Хорош. Там совсем нет хп, но... Власкович сам себя подлечивает, но... Как говорится... Когда в спину несутся шахтом... Лечись, не лечись. И... Проблемы большие на его, блин, сейчас у кулера. 2-0 он горит. Последний персонаж. Это Галена. Это Галима. Мега Рейзи сейчас заберет и все у него в кармашке. Да, на хэви просто смело заходит, понимаешь, что Антон. Так, Антон приходит, на самом деле, драться. Ну... И, естественно, попадает больше, потому что позиция лучше. Но 100 на 140. 2-1 в пользу Рейзи. 3-0 на Иолкине. Ну что, болеем за кулера. Чтобы... Решающая на Молтон Фоллс, которую все напоследок подальше не брать, не брать. Если сейчас Антон ДМ6 сыграет хорошо, мы увидим решающую карту такого... Такой стадии. Молтон Фоллс. Ну, не будем, конечно, вперед забегать. ДМ6. Четвертая карта. Пока 2-1 в пользу Рейзи. Против Клоуза Кубер очень сильно сыграл на ДМ6. Ну и сейчас, конечно, он в шаге от того, чтобы попасть в кулера. Я думаю, сейчас все свои ресурсы активирует. Потому что уж больно, он, конечно, легко как-то отдал Иолкин. Ну, не выдержал, конечно, он темп игры. Вот, на рейзе... Сильная сторона кулера, конечно. Как раз именно в позиционной такой... В ожидающей... ...игре. Иолки не его просто перестряли. Хотя на Караптеде... На самом деле... Кулера... Тоже в быстрой игре. Идеально. Да. Издали Рейзи вот так вот. Стараюсь пока не сближаться. Пытается как можно больше демэджа нанести. Я думаю, сейчас будет врываться. Нет. Свалился... Вниз. И кулер ждет... В районе базуки. И все. Понеслась, понеслась. Ну... Оба потратили щит. И Рейзи их можно быстрее подбирать все часы. Да, в лузерах там ничего интересного на самом деле нет. Поэтому... Сейчас должен... Собраться. Ну... По крайней мере... В быстрые... Перестрелки он точно не будет ввязываться. 5 секунд до Хэви. Рейзи врывается. Хэви забрать не удалось. Ой-ой-ой. Хороший рейл. Но в ответ там тоже прилетело. Кулер толще. Вот сейчас Рейзи немножко подлечился. Нервная ситуация. Будет ли Рейзи врываться? Снова... Размен на рейлы. Но у Рейзи преимущество. Он сейчас даже не стал брать мелкий армор. Просто несется. Так и... И добивает, по-моему, там... Каких-то просто... Не знаю... Миллисекунд не хватило кулера до возобновления щита. Так бы, может быть, и спасся. А сейчас, конечно, и Рейзи очень толстый. И не так долго, на самом деле... Ждать ему... Щита. Да. Загнали сейчас. И... Рейзи продолжает, собственно, сдвинуть свою линию. Такой же дикий темп он выбрал. Кстати, обратите внимание. Хорошо, кстати, входят гвоздики. Ну, вот что делает Рейзи сейчас. Да, он был там в 7 раз толще. Но... У меня нет слов. Но вот... В чем был смысл аркады на Бласкача? На его шафту. На его... Обилку. Что нет шафта и... Гвоздометчика перестреляют. По-моему, там, кстати... Забирает в итоге раунд. Который просто был в кармане у Рейзи. Забирает кулер. В чем был смысл, я не понимаю. То есть, что движет человеком? Ты понимаешь, что у тебя идеальная ситуация на уровне, да? Ну, нанеси ты дэмодж издалека. Зачем прыгать? Понимаю, что за то время, пока откроется щит, там, гвоздей... Кулача обычно залетает очень много. И в итоге просто отдал раунд сам. По-другому я это назвать не могу. Но, может быть, да, был на неком подъеме. Думал, что сейчас кулеру все подарят. Нет, кулер никогда ничего никому не дарит. В игре, имею ввиду. Я думаю, ему жизнь дарят. В игре нет. Если он проигрывает 0-2 персонажем, это не значит, что сейчас он... Ну, вот, к сожалению, мы видели это в матче против Клоуза. От Клоуза, да, что он там... Когда уже совсем запахло жареным, он просто пришел и... Совсем уж не мучиться долго по самим персонажам. Я реально без борьбы отдал. По пушкам, конечно, сейчас... Рейзи просто жестко... Зафейлил эту ситуацию. Просто без дэмэджа в ответ. Потерял фраг. И вот кулер, ну только что он, казалось, все. Его уже растоптали. В итоге он... Сейчас может... Так, там... 17 хп оставалось у... Кулера. Рейзи, конечно, это знать не мог. Это мы видим. Все. В режиме спектатора. И повезло немножко, конечно, кулеру, что не дожали его. А вот сейчас... Рейзи заберет мигу и будет он реально потолще. И... Ну, правда, у кулера уже щит возобновился давно-давно. А у Рейзи там ничего такого... Нет. Последний персонаж. У кулера еще три в обойме. И вот, смотрите. Вот... Вот ситуация. Вернемся в первый раунд. Ситуация... В которой Рейзи пошел и отдался. Да, на Аркаде. Да, на Аркаде. Что будет делать кулера? Ну, здесь немножко все проще оказалось. Потому что... Рейзи очень быстро сам пришел и пошел залезывать сейчас раны. Но сейчас... Вот сейчас, конечно, можно добивать. Там понятно, что Рейзи никакой. Там, по-моему, Рейл даже не держит. В общем, не удалось меня налонговать. Потому что Рейзи... Лезет. Лезет. Понимает он, что... Времени, конечно, много. Но два персонажа. И пошел он... Вот так вот рейлами. Причем у Рейзи там не так много. Смотрите. Сто на... На... Арморку небольшую. Но... Все равно постоянно ищет. Момент для атаки. Но время идет. Я не могу сейчас себе представить ситуацию. Что кулер сейчас порвется. Добивать. Только потому, что у него класть щита. Нет. Я думаю, кулер мы... Ну, вот только в такой ситуации, да. Сколько там... Ну, кстати, не так мало у Рейзи, на самом деле. Опять повезло. Венгру, если честно. В такой ситуации. Не умудряется он рейлить еще... Сейчас еще... Если попадет. Ну, здесь кулер, конечно, Хэви спасет. Причем, кулер даже боится, по-моему, дернуться. Так. Что? Хэви? Вы посмотрите, как он... Как он пассивно отыграл. Ну, должен был Хэви брать. По-любому. Решил... Вообще не дышать. И наказали. Просто ужасная ошибка. Минуты есть у Рейзи, чтобы спасти раунд. Сам Бласкович. Который сейчас будет встречать. Рейзи, я думаю, для надежности заберет Хэви. Нет. Не стал выше. Может быть, на шахте подловить? А кулер вообще не высовывается. 15 секунд прошло после минуты. Ой-ой-ой. 6 хп. У кулера тоже не очень много. Сейчас Рейзи возьмет, все аптеки возьмет Хэви. Еще одну атаку успеет организовать. Ну, кулер, да, ждет мигу. Забирает ее. И вот уже все плохо. Если бы этот трейл был бы, может быть... Нормально было. Кулер ждет. Ждет, выманил на обилку. Времени совсем мало. А обилка еще действует. Не, ну это... Это какая-то супер обилка. Слишком долго. Я уже это говорил. 2-0. Ребят, как все начиналось, да? Как Рейзи просто... Просто уничтожал кулера в первом раунде и потом... Так и разогнался, что не успел остановиться. И... Уже горит 2-0. И... Я бы... Не ставил бы. Так уж. Гарантированно на Рейзи. В решающей карте есть. Конечно, не удойдет все-таки дело. Нет, кулер сейчас почувствует... 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 Ну и... Не думаю, что он сейчас будет высовываться вообще. Стреляться. Должно включить Рейзи. Какой бы соперник против тебя не играл, пока счет 0-0... Ты не проигрываешь. То бишь... Можно спокойно... 4 минуты выжидать, потом... На нервах. Затащить одного персонажа, и вот он ровно в кармане. А... Там и карта. Ну, собственно, сейчас об этом речи идет. И... Кулер у нас почти 200-200. И все равно... Ну, зачем ему атаковать, да? Он так... Держит... Дистанцию... Ну... В телепорт ходит. Не особо опасается, даже если Рейл попадут. В ТДМе 2-2 это, конечно, работает... По-другому. Там... Все равно зарашат. Найдут. Карты маленькие. Скорости большие. А, в дуэльках можно. Спокойно. Ждать своего шанса. Кто там против тебя? Да не важно. Ну, вот Рейзи пошел в бой и... И... Все попал. В чем ошибка кулера? Ну, место, конечно, которое он... Которому он отсиживался. Ну, просто... Просто гиблое место. Рейзи еще на думе, как Сайгак там скакал. Все ракеты перепрыгнул, весь шаг попал. Ой! 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 Отлично, отлично. Конечно, красиво получилось. Отличный момент. Рейзи сыграл очень хорошо. Кусок миги подсняла. И... Ну, там у кулера... Я не понимаю, как он выживает. Пять хп из-то после взятия тотема. Это просто феноменально. Но вот на таких хпшечках выигрываются матчи. Потом об этом можно будет вспомнить. Сейчас пока, конечно, ничего не ясно. И у нас несется... О чем? Ну, здесь... Да, 4 хп. Еще умудрился... Попасть там достаточно много. Попасть. 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 Попасть 2-1. Ну... Не знаю. Мне кажется, сейчас кулер еще более... Оборонительным будет играть. Потому что... Проблемка возникла на горизонте. Не стали клатча тратить... И властки сейчас их оставили. отлично конечно кулер и голена сейчас пытается додавить дождет пока рейзи прыгнет на джампаде но опять же так как мега с хэви одновременно придется выбирать но кулер на самом деле не идет на хэви он пытается все-таки нет все-таки ушел не стал он мог он вот этот центр вверх одержать и пытаться рельсой рейзи ломать игру но вот сейчас есть рейл рейзи и первая рельса уже зашла окулера там очень мало настолько мало что рейзи даже не знает вообще чем делать что бы ему сейчас предпринять железная логика но просто конечно рейзи не знал нас как бы он может и бросился в аркаду в итоге подрелил и обратно осторожно игрок размен на рейла и сразу в стороночку да не может нормально найти так здесь дальше все да папа ракетки друг друга насовали разошлись но вот все сейчас к этому сводится или размен на рейлах и побежали но цена ошибки конечно слишком высока потому что финал дженеров это гарантированно топ-3 сейчас кулер будет дожимать по-любому так я не понял даже пожадничал мне кажется сначала кулер мог бы спокойно добить да потом уже играть но в итоге настолько он был уверен что уже никуда не денется туда рейзи что сначала взял мора потом уже собственно также легко добил это победитель этого матча уже топ-3 железно про если быстрее быстрее протоковать пока щит не разобновился но не успел но здесь конечно надо мора собрать и повезло сейчас рейзи что зацепился он за проход так бы его там кулер мог жестко принять не газ хэви опять лежат и вот сейчас кулер да все-таки штрафанул есть ракетка кулер чуть-чуть потоньше видит ли рейзи видел сейчас эти рейзи что там антон понизу шкирился но не стал трудить но здесь вопрос кто быстрее часы соберет да стоит как рейзи движется но просто какой-то спидранер очень качественно так щиты в обоих подняты опять рейзи попал гораздо больше дэмэджа и ушел отнесется кулеров и смотрите что он так вообще отыгрывает то пассивно но так это последний персонаж а сейчас овертайм кстати будет вот момент для атаки для рейзи есть лица опять щиты кулер армора там нет вообще но рейзи об этом не знает он не знает он просто на 200 толще на 200 армора и настолько боится ворваться отличнейший дэмэдж из шафта я конечно утрирую но это просто привет что рейзи не может этот раунд выиграть просто все хэви он уже отдал антону сейчас рельсулька прилетит и уже кулер на на приезжем будет вырваться нет но то что рейзи в ответочку тоже попала спасло там бы так слишком рано потратила щит сейчас рейзи быстрее быстрее собирать часы быстрее удирать кулер последние минуту 2 на примерно бегает но там 100 стоит с небольшим ну замучил замучил потому что вот реально последние две минуты конечно все весь контроль был за рейзи не просто непонятно было почему он не может добить и с 0-2 рейзи сравнивает счет интересный момент так здесь игроки по моему еще не разбегались в разные стороны не припомню обычно или до последнего стреляются или один уходит в миге здесь разминулись интересные комментарии кулер должен был бы банить клача было бы из игра если честно то это мнение очень очень плеско наверное к истине потому что действительно у рейзи лучше клач по крайней мере по движениям даже на такой сложной карте как двигается идеально и красивый и эффектно эффективно что там у антона ну у него примерно та же самая картина ну привет руины решающий раунд в карте но кулер кстати может от трех тотемов сыграть который как известно после одного из недавних патчей мигу образуют такую переносную ой 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 как внезапно ворвался рейзи как жестко нагрев опять пожадничал вот принцип да у рейзи ну раз я бластвует ну здесь 4 кстати суицид у кулера это смешно ребята это просто смешно ну 4 суицида за сегодняшний турнирный день при том что по моему один раз он свалился на карабкаде это 5 суицид и один раз его сбросили на его киня на джампаде в болотка то есть шесть суицидов у одного игрока у всех остальных вместе взятых ноль ну плюс-минус половинка это просто это отдельный хайлайт и ведь это еще не вечер опять у нас паритет по персонажам два клача два щита оба толстые кто кого перетерпит кулер бегает какими-то такими окольными путями рейзи все-таки по выгодной позицию занял но боится боится прыгать опа если там кулер улетел так здесь мне кажется лучше конечно руки дам какую-нибудь сделать нормально 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 антон ворвался и остался достаточно толстый у рейзи последний персонаж у него а здесь через пять секунд щит уже все на самом деле так врывается рейзи щит не совсем я понял зачем до стенка там рейзи включил но в итоге потом очень хорошо отыграл как как не залетела ракета кулера как рейзи давят минута осталось и через восемь секунд очень мало 25 хп у рейзи позже там совсем мало и 50 секунд неужели молтон фоллс пятая карта щиты готовы кулер достаточно толстый полминуты полминуты здесь наверное разыскать не будет он сначала проверят все лесенки время ты идет так 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 оригинальное место для пряток 15 секунд но щит должен спасти антона по-любому времени хватит ну можно просто и у нас ребята 22 это феноменально это могут фолкс и начинается решающая карта но но сейчас уже ну просто выше некуда для цены ошибки что сейчас еще 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 жестче будут ходить в оборону тем более карта реально новая для дуэли 22 и уже более-менее поняли игроки дуэля конечно сейчас его нет персонажа все те же разве что рейзи решил дума поменять на голену и две голена на старте так рейзи не допрыгнул до рогана пошел убрать мигу я кстати ни разу так первая заварушка очень мало у рейзи пулера там очень много армора но вот эта ракета рейла нету рейзи не пускают его сейчас как бы не подставится ему пошел он я 5 сейчас пыли армор прям сейчас появится зацикли на девайсе и вот сейчас рейзи как раз лезет к рельсе а там антон уже ждет и не пускает не пускает здесь через эту сторону или так или через джампад кулер засел на кулер засел не дает не дают за эту рельсу но сейчас мига опять следующее и опять этот полтинничек а хэвер и конечно пока не думает ему нужен рейл потому что карта очень открытая не то чтобы она очень открыто здесь собственно открытых местом одно большое просто именно очень длинные расстояния в этих помещениях и там только роган достает да вполне возможно мы действительно увидим сейчас санта-барбару новый сезон напихали кулеру но вот он зарыл свой дерется я не стоп смотреть утащил ли рейзи переключим до рейзи с разганом пол дела как говорится сделано и такой же сценарий мега мелкий армор сейчас он чуть потолще кулера до хэви в районе 5 секунд и ведет рейзи туда атаковать увидел увидел но нельзя играть против кулера вот так вот нельзя на него прыгать даже если толще даже если ты видишь вот она моделька сейчас и убью если ты прыгаешь на шат кулера ты сразу музыку заказывали но повезло что еще не наказали просто повезло сейчас рейзи нереально что он оттуда ушел живым естественно следующем хэви он как-то не особо думает карта на самом деле наверное действительно очень специфическая потому что здесь ключевым момент к точкам в принципе ворваться врываться точнее вообще неудобно у кстати тотемчик сейчас не берет рейзи армор несмотря на то что он очень нужен потому что и не рушит тотема потому что он хочет удивить но сейчас он уже удивил что мигу отдал на халяву так давайте включим кулера у кулера здесь полыхает хэви в итоге забрал кстати кулер у него особо не нужно потому что у него своя карманная есть все в тотема чуть потолще сейчас кулера и подловил он рейзи мне кажется 20 филс у них 2 там примерно та же история здесь здесь уже кулер как новенький и забивает кулер нет он просто не знает когда хэви а ай как не попал но там там место то такое что непонятно куда идти хэви так и лежал последние 20 секунд сейчас кулер настолько толстый что просто должен уничтожать рейзи все время кулер начинает первым стрелять все время в каждой ситуации он первый бревается и рейзи просто уже вынужден убегать а сейчас кулер еще отъелся очень качественные и рейзи теперь уже но сейчас рейзи решил рискнуть но посмотрите как мало у него осталось я думаю с этим раундом все ясно мигу рейзи дождется но вот попал рейл но тут же кулер стал снова 107 из 100 рейзи едва едва там чуть больше соточки жизни и на мелких арморов выживает да здесь решается топ-3 минимум а лузерах там ну вообще ничего интересного ребята слишком непростые сейчас на отличном контроле рейзи более-менее ой как как неудачно рейзи сначала сыграл потом кулер и что сделано тонкой он уже пожадничал какой момент начали был на этом поворотики и как он не добил но там ракета его слишком высоко подкинул и сбила прицел такую бред но ребята тоже это вот тоже пожадничал в эпизоде думал все фраг в кармане и блин ну вот берет шафт рейзи на бласка частоту это конечно преимущество на самом деле потому что ближнем бою сейчас он галину должен побить а вот дальше уже пойдут размены да 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 здесь надо каждый уголок как вы зерк рано включил так так там кулера ничего не осталось и повезло сейчас рейзи что да там передай там имя но вот будет ли вырываться кулер очень быстро так у нет шахта рейзи может просто на этом шахте сейчас засесть на самом деле и не ну не давай саперных у нас привет 9 хп но рейзи тоже исполнил конечно нелепость в том плане что он на расплывке безвольно скакал вообще не парюсь надо было конечно засловить темп потому что здесь куча этих репортов так рейзи пошел бить на клаче что он сейчас ответ на клачу поставить 5 секунд так клач уже по все эти более-менее есть какой-то стек хэви отдает заведомо конечно проигрыш на была ситуация мига если сейчас рейзи будет подобрана но нет он боится он ждет щит пока дальше ждет щит до рейла у него нет в этом главная проблема для этой карты на клаче что ну не удивлюсь что будет топкаться очень долго давайте включим антона метро везде пошел один арморчик съел уже не лезет так на сейчас развели на рейзи сюда пришел чтобы утащить роган гораздо плохо что делает рыжи что за бред зачем он вообще там стоял какой же он иногда странный понимая что отдал до этого он кулеров все меги все хэви пришел бодаться на счетах на что расчет понятное дело что кулер во много раз толще и подлог подлог и джин джин уколенки один на один Кулер на клоче, опять на Бласковича. Отлично конечно здесь кулер от обороны Ролгана играет, ну собственно он возле этой пушки и трется, но все время сейчас есть ракетка и можно уже атаковать. Понес, понес он, много дэмэджа, но Бласкович не потратил свою биллити. 15 секунд до возобновления щита. 150, все очень неплохо. Вот в таких узких коридорчиках, конечно, клатч просто неубиваемый. Так, подрели. И сейчас будет улыб на наш атак. Я не понимаю как там Рейзи не убил сейчас кулера, потому что открывался щит и... Так, так, так. Нет, не стал драться за Хэви. Позволил Бласковичу в отъезд очень сильно. Щит есть, но вообще нету стэка. Очень непросто сейчас будет кулеру. Да, Бласкович убег на мигу. Сейчас он будет, конечно, от контроля играть. У обоих обилки есть. Кулер, все. Кулер пропал. Сейчас за углами будет, конечно, сидеть, пытаться от щита собирать. Слышит он соперника. Отлично. Можно включить, собственно, сейчас Рейзи. За герой России. Спасибо. За героя. Всегда. Можно. Так, есть две полуракетки. Мега раньше. Что, ждет, пока кулер сам свалится? Вполне возможно. Да, 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 да. Нормально так зашло. И Хэви сейчас будет для Бласковича. Но сейчас Бласкович там с шахтами несется и уже, я думаю, спит и видит, как будет убивать. Да, нервничать не уничтит. Рейзи. Рейзи в 7 раз толщина. На билке нет. 20 секунд. Так, так, так. Ой-ой-ой, какое место удачное для Рейзи. И как кулер-то не понял, что там без шансов против ракеты. И сейчас еще и... ...обилка готова. Но не спасти. Не знаю, как спасти этот раунд. Антону сейчас. Ну да, конечно, он сейчас будет... ...очень-очень... Ай-ай-ай. И это врыв, это врыв. Ну вот, если как-то медленно бегает. На бегу, причем забивает. Там привет, там привет. Ну нет, здесь... ...пока... ...кролика, конечно. Загнали. Ну, та ошибка с калачом. С калачом. 2-1. Дети уже успокоились все. Я имею в виду, время поздно. Не мои. А вообще. Очень затянулся турнир, но... ...так, снова... ...бласкович хочет клача. Нету... ...по-моему, кулера... ... GG В таком виде. В натуральном. Так, на щит рейзия... ...соперника развел. Наносим дамэдж. У-у-у-у. Хорош, хорош. Запустили ракетку. Если сейчас Рейзи с хэви прибежит То конечно кулеру будет тяжко Будет он Да, Рейзи уже несется Несется Антон Тебе нельзя в Японию И еще куда-то У тебя предрасположенность Просто вот нельзя и все Ну правда Так-так-так-так-так-так Там тут же месть Бласкович С благодарностью за освещение турнира От пионеров Куаки Всех благ Спасибо большое за поддержку Что у нас здесь Что у нас Как, 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 как он Перестрелял И шутгана Что за дичь Так-так-так И тут же месть от кулера Последний ракет задевает 2-2, ребята Пятая карта Пятый раунд И у нас периодически Просто такое происходит На экране Просто Просто жесть Снова Клач Пласкович Только один ошибся Второй Тут же исполняет Какую-то просто Несусветную Дичь В плюс Себе И все Снова выравнивается Ребята На кону Топ-3 Минимум Турнира И Бласкович Улетел Да Собственно Примерно так же Он улетел В пропасть И с этого бреда Собственно Началось Все Но кулер Сейчас может Вгрызться В эту победу Да-да-да Все часики Подобраны Хэвик На блюдечке Все хорошо Щит уже Есть И давай-давай На рельсе Ждать Так Ну Кто-кого Там какой-то дэмэдж Прилетел От рейзи Еще А куда Кулер Кончился Опять Не понял Ну вот Так же Там кстати Почему не Бласковича Берет Кулер Напоследок Типа Бережет Просто Рейзи Я думаю Сейчас Не будет Щит Тратить Ни при Ни при Каком Раскладе Ему Это Нельзя Делать Там Кстати У Антона Нет Рызы Поэтому Попробовать Подловить Нет Не придумал Что Ему Лучше Предпринять Так 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 Все Таки Потропил Щит И Сейчас Прибежит Коренек Извест И Будет Лезть Стреляться Да Быстрее Подбирает Рейзи Часы Конечно Так Возможно Нет Там Щита Но Вот Не успел Ребят Последний Персонаж У Кулера Возвращал Ну Ладно Вымочил Рейзи Возвращал